Прежде чем начать решать задачи, давайте вспомним, какие три волшебные формулы нам с вами требуются для решения таких задач. Речь идет в первую очередь о задании номер 28 в первой части ЕГЭ. Итак, все эти волшебные формулы связаны с таким понятием, как количество вещества. Первая формула является универсальной. Она определяет количество вещества как отношение массы вещества к малярной массе. Напоминаю вам, что количество вещества у нас выражается в единицах моль. Это слово мужского рода, не путать с молью, которая с крыльями. Массу выражаем в граммах, малярную массу находим путем расчета несложного по таблице Менделеева единицы измерения граммы на моль. Я подпишу, чтобы было понятно, о чем идет речь, поскольку сегодня мы эти задачи будем с вами решать. Итак, масса в граммах, малярная масса граммы, деленная на моль. Это первая волшебная формула. Она применима к любому веществу – твердому, жидкому, газообразному. Вне зависимости от агрегатного состояния мы можем посчитать количество моль, разделив массу на малярную массу. Вторая волшебная формула касается исключительно газов. Количество моль равно отношению объема газа к так называемому малярному объему газа. Это величина постоянная. Я думаю, что вы знаете, сколько это? 22 целых, Настя, правильно, и 4 десятых литра на моль. Я тоже подпишу единицы измерения, чтобы вам было проще потом ориентироваться. Итак, единицы измерений вот. Моль, объем обычно в литрах, и малярный объем – литры, деленная на моль. И рядом напишу численное значение. Объем малярный – это величина постоянная. Один моль любого газа занимает объем 22,4 литра при нормальных условиях. Итак, пишу рядом. Объем малярный – это 22,4 литра на моль. Ну и давайте быстренько вспомним, что же такое нормальные условия. Что такое нормальные условия? Какие условия мы считаем нормальными? Вот вы сейчас находитесь дома. У вас дома условия нормальные? Да. Ксюша, и у вас нормальные, вы считаете? Да, почему нет? Ну вот с точки зрения химии ваши домашние условия, они, извините, конечно, но ненормальные. Потому что нормальными называются условия, когда у нас температура в системе равна 0 градусов Цельсия. Я думаю, что дома у вас существенно сейчас теплее, точно не 0 градусов. Поэтому мы запишем, если вы забыли, температура при нормальных условиях – это 0 градусов Цельсия, ну или 273 кельвина. Ну и давление, я думаю, давление у вас нормальное, это 1 атмосфера. 1 атмосфера. То есть вот какие условия мы считаем нормальными. 0 градусов и 1 атмосфера. К нам присоединился Вячеслав, мы рады вам. Мы сейчас быстро повторяем волшебные формулы, и сегодня по теме нашего занятия в университетском лицее мы решаем расчетные задачи из первой части ЕГЭ, типа номера 28, но прихватим еще 27 и 26, чтобы вспомнить другие типы расчетных задач. Их совсем немного, и они абсолютно несложные, ребята. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня к концу занятия вы уже спокойно, как семечки, лузгали эти задачки. Они совсем несложные, ими можно потом будет больше не заниматься, если вы один раз хорошо разберетесь и поймете, как действовать. Итак, вторая волшебная формула касается газообразных веществ. Объем, деленный на малярный объем, равно количеству вещества. Ну и, наконец, третья волшебная формула, она тоже универсальная. Я сразу буду писать с единицами измерения. Это отношение количества частиц к числу Авагадра. Количество частиц мы обозначаем большой буковкой N, английская большая буква N, число Авагадра N с индексом А. Ну, понятно, да, Авагадра начинается именно с этой буквы. Выдающийся ученый, давно жил, но большой вклад внес не только в химию, но и в физику. Единицы измерения – количество вещества в молях. Число Авагадра – это так называемые обратные моли, то есть единица, деленная на моль. Кто из вас помнит, чему равно число Авагадра? 7,8? Нет? Нет, это постоянное свободного падения – 9,8. Это с такой скоростью мы с вами к Земле полетим, если вдруг откуда-нибудь свалился. Число Авагадра – это очень большое число, космическое число, смотрите, внизу написало, 6,02 на 10 в 23 степени единица, деленная на моль. Что показывает число Авагадра? Показывает, сколько частиц находится в одном моле вещества. Например, 1 моль воды. Если мы массу посчитаем, это будет 18 граммов. 18 граммов – это примерно 3 столовые ложки воды. Вот если вы 3 столовые ложки воды нальете в стакан, вы на глаз не скажете, сколько там молекул воды. Мы не можем с вами видеть молекулы. Они слишком мелки, чтобы мы их увидели. Но мы точно будем знать, что количество этих молекул в одном моле равно вот этой величине – 6,02 на 10 в 23 степени штук. Вот так много молекул в таком небольшом количестве воды. Ну все, три волшебные формулы у нас с вами в кармане. Теперь мы можем двигаться и порешать задачи. Ребята, на просторах интернета появляются варианты досрочных волн ЕГЭ. Вы знаете, что некоторые учащиеся школы имеют право на досрочную сдачу ЕГЭ. И вот эти вот варианты досрочных ЕГЭ уже появились. Поэтому предлагаю решать не просто, какие то задачи, а те задачи, которые точно есть в этом году в КИМах. Я вывела на экран 28, 27, 26 задачу из этого досрочного варианта ЕГЭ по химии 22 года. Ничего сверхъестественного в этом варианте я не обнаружила. Все вполне ожидаемо. То, что было в демо-версии, то, что размещали везде на всех платформах. Ну и хорошо. То есть никакой непонятности не должно быть, когда вы получите свой КИМ. Итак, 28 задание. 175 граммов технического карбоната магния, содержащего 4% некарбонатной примеси на греле. Нужно найти объем выделившегося газа. Обратите внимание, при нормальных условиях и записать число с точностью до десятых. Ну, первое, что мы должны с вами вспомнить, что химия наука о веществах и о чистых веществах. Поэтому, если нам даны какие-то вспомогательные условия о том, что вещество содержит примеси, то эти примеси нам нужно удалить из этого значения данного и работать только с чистым веществом. Поэтому 175 граммов мы не можем использовать для расчета. Нам нужно извлечь из 175 граммов технического, то есть грязного карбоната магния, чистое вещество. Ну, мы можем это легко сделать. Можно по пропорции или как хотите, можете по уравнению. 175 граммов мы принимаем за 100%. И если у нас 4% примесей, то сколько процентов будет чистого вещества? 96. 96. То есть находим просто 96% от 175 граммов. Вот по такой простой пропорции мы находим массу чистого вещества. Пожалуйста, посчитайте и скажите мне, сколько вы получили. 168. 168 граммов. У всех такой ответ. Итак, масса чистого карбоната магния 168 граммов. Мы с вами договариваемся на берегу раз и навсегда, что все расчеты в ЕГЭ по химии мы делаем исключительно в молях. Поэтому, какие бы нам другие величины не были даны, объем, масса, количество штук молекул или атомов – все переводим в моли. Чтобы найти количество моль магний СО3, Воспользуемся первой волшебной формулой и массу поделим на малярную массу. 168 в числителе. В знаменателе считаем магний 24, углерод 12 и 3 кислорода – это 48. 24, 12 плюс 48 – это будет 84, да? И получается, что у нас количество вещества 2 моль. У всех так? Да. Ребята, смотрите, пожалуйста, еще как оформляются задачи. В первой части ЕГЭ вам не придется начисто оформлять задачу. Вы знаете, что первую часть проверяет робот. Вы вписываете в бланк только правильный ответ. Но во второй части тоже есть расчетная задача, и важно ее оформлять правильно. Поэтому элементы оформления, пожалуйста, смотрите. Дальше записываем уравнение реакции. Итак, карбонат магния, как многие карбонаты, карбонаты при нагревании разлагается с образованием оксида магнио и углекислого газа, СО2. То есть реакция тут нехитрая. Вот я ее записала. Еще, ребята, один совет. Пожалуйста, когда вы будете писать уравнение реакции, все-таки старайтесь писать знак равенства. Не стрелочки, не двойные стрелочки, а вот именно знак равенства он показывает, что вы уравняли. То есть расставили коэффициенты в уравнении реакции. Но в данном случае коэффициенты нам не нужны. То есть у нас слева-справа одинаковое количество атомов. Дальше мы подчеркиваем вещества, которые будем использовать в расчете. У нас магний СО3, и нас просят найти объем газа. Газ тут один, углекислый газ. Значит, подчеркиваем реагенты, которые берем в расчет. И внизу подписываем, сколько моль этих веществ участвует в реакции. Откуда я взяла это? Из коэффициентов. Перед карбонатом магния коэффициент 1. Стало быть, я пишу внизу 1 моль. Перед углекислым газом коэффициент 1. Стало быть, тоже 1 моль. Условия, которые нам даны в задаче, мы пишем сверху. То есть над карбонатом магния я пишу 2 моль. А над углекислым газом буду искать, не знаю, сколько, х моль. В данном случае задача решается устно, поскольку из 1 моль образуется 1 моль, из 2 моль, понятное дело, образуется 2 моль. Но мы тут с вами все как положено. Введем переменную, составим пропорцию для начальной школы и ее доблестно решим. х равно 2. Вот я решила пропорцию, выразила переменную из этой пропорции. х это 2. Теперь берем вторую волшебную формулу и рассчитываем объем углекислого газа. Объем углекислого газа мы находим как произведение количества вещества на малярный объем. Количество вещества мы нашли, это 2 моль. Малярный объем 22,4. Стало быть, ответ будет 44,8 литра. Вот внизу у меня расчет, посмотрите, пожалуйста, на оформление еще раз внимательно. Итак, объем углекислого газа, это произведение количества вещества на малярный объем. Малярный объем, величина постоянная, 22,4. Ну и получается, что у меня 44,8 литра. Пожалуйста, вопросы. Еще прошу вас быть внимательными при округлении. Тут округление с точностью до десятых. Ну, у нас как бы именно с такой точностью ответа получился, поэтому... Ой, прошу прощения. Спасибо. Поэтому тут ничего округлять не пришлось. Ну, вот ответ 44,8 как раз с точностью до десятых. А если во второй части будет тоже с моль вот такая же простая пропорция, можно ли в ней писать? Конечно, конечно. Простые пропорции вы можете не писать, вы можете считать в уме, главное не ошибиться. Не забывайте еще, что вы будете нервничать на ЕГЭ, поэтому иногда лучше лишний раз написать, я считаю. Ну, давайте... Да. Может, что-нибудь не фиксировать. Согласен. Давайте мы с вами еще в этой задаче как бы решим еще вторую задачу. Найдем массу другого оксида, магний О. Итак, масса оксида, магний О, чему будет равна? Здесь не спрашивается, просто я в качестве дополнения прошу вас посчитать. Итак, количество вещества магний О будет равно чему? Одна моль. По уравнению реакции 1 моль, то есть внизу мы пишем 1 моль. А по условию задачи, если нам известно, что в реакцию вступает 2 моль карбоната, стало быть, 2 моль оксида образуется. Согласны? Дальше мы находим массу по первой волшебной формуле, то есть количество моль. Знаете, мы умножаем на малярную массу. И это у нас будет 2 умножить 24 до 16, это 40, да? Получается 8 грамм. 80, простите, грамм. Ну, то есть несложные задачи, да, довольно несложные задачи решаются, как правило, в одно действие, ну, максимум в два действия, если что-нибудь придумать, там, насчет примесей, ну, или выхода продукта реакции. 27 задача, она тоже расчетная. Термохимическое уравнение. Ну, возможно, в этот материал уже проходили, но поскольку это вариант уже реальность досрочной версии ЕГЭ, давайте с вами ее тоже решим. Итак, взаимодействует твердый углерод с газообразным кислородом. При этом образуется углекислый газ, ну, понятно, что это газ, и выделяется 393,3 килоджоуля энергии. Нам нужно определить объем кислорода, который образуется в результате выделения 944 килоджоуля тепла. Традиционно по уравнению реакции решается эта задача. И тоже мы с вами начнем с того, что будем считать в молях, да, в молях объем, в молях количество вещества кислорода, который вступает в реакцию, чтобы потом перейти к объему. Я записываю уравнение, вернее, списываю его с экрана. СО2 газ и 393,3 килоджоуля энергии. Значит, мы будем считать кислород, подчеркиваю кислород, записываю, 1 моль вступает в реакцию. И по условию задачи нам дана величина тепла, который выделяется в этой реакции, 944 килоджоуля. Посмотрите, пожалуйста, как я оформляю. Итак, кислород по условию задачи 1 моль. Нам нужно найти, сколько в реальных условиях его образуется. В термохимическом уравнении количество теплоты мы пишем в строчку, продолжая уравнение реакции. То, что дано, всегда пишем сверху, ребята. Все, что дано по условию задачи, всегда пишем сверху, чтобы не ошибиться при составлении пропорции. Находим. Но здесь придется все-таки составить пропорцию. Находим, чему равно х. Кто посчитал? Кто посчитал? На экзамене можно пользоваться непрограммированным калькулятором, вы знаете. Поэтому не надо считать в уме. Считайте, пожалуйста, на калькуляторе сколько получится. 0,24. А ну-ка. У меня 2,4. Давайте выразим из пропорции. Значит, произведение крайних членов пропорции равно произведению средних. То есть мы 944 делим на 393,3. Поскольку у вас ответы не сошлись, давайте я вместе с вами посчитаю, чтобы нам уж прям точно написать. Все, я нашла ошибку. 2,4. 2,4. Ну, хорошо. Так, делю на 393,3. 2,4. Это у нас моли кислорода. И нам осталось от моль перейти к объему. Вторая волшебная формула. Объем равен количеству моли на молярный объем. Стало быть, мы 2,4 умножаем на 22,4. Округлить просят нас до целых. Сколько получается? 50,4. 54 литра. 54 литра. Так, вопросы есть по этой задаче? Ну, видите, решаются по пропорции, решаются несложно. Важно. Можете показать? Еще раз. Что еще раз? Показать еще раз. А, еще раз? Пожалуйста. Спасибо. То есть объем я рассчитываю по второй волшебной формуле. Это количество вещества умножаю на молярный объем. 2,4 на 22,4. И получается 54 литра. 54 литра. Так, ну, мы еще вернемся. То есть будем по кругу гонять, да, 28, 27, 26, и потом снова по этому же кругу, чтобы нам было не скучно. Но однотипные задачи решать всегда очень скучно. А тут, если будем разнообразить, то будет поинтереснее. Итак, 26 задание из досрочного варианта ЕГЭ. Традиционно это расчеты массовой доли растворенного вещества в растворе. Что здесь у нас? Просят вычислить массу воды в граммах, которую нужно добавить к 10% раствору сульфата аммония в массе 600 граммов для получения 3% раствора. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы такой удобный метод решения задач на растворы, который называется метод трех стаканов? Нет. Да. Ксюша знает. Молодец. Ну, тогда, Ксюша, решайте. Настя и Вячеслав. Вячеслав, вы с нами? Напишите в чате, если не хотите включать микрофон. Знаете вы или нет? Да, нет. Итак, Настя, что значит метод трех стаканов? В этом методе мы рисуем происходящее в виде стаканов. Итак, в первом стакане у нас вода. Рисуем стакан. И скажите мне, пожалуйста, какая концентрация растворенного вещества в чистой воде? 10%. Сколько? 10%? Настя, ну, это вопрос был с подвохом. Смотрите, в первом у нас стакане вода. Мы воду добавляем 10% раствору. То есть, если это вода, вот я внизу пишу вода, H2O, то в воде у нас растворенного вещества нет. Согласны? В математике, когда где-то чего-то нет, мы пишем 0, да? То есть, вода – это 0% раствор вещества. Поэтому я пишу 0%. Масса нам неизвестна. Пишу Х граммов. То есть, сколько мы возьмем воды, мы не знаем. Но концентрация растворенного вещества в этом первом стакане будет 0%, потому что это вода. Во втором стакане у нас 10% раствор массой 600 граммов. Вот я пишу 600 граммов и 10%. В третьем стакане мы должны получить раствор, концентрация которого нам известна. 3%. Скажите мне, пожалуйста, можем ли мы выразить массу этого раствора? Напоминаю, что мы в него сливаем воду, Х грамм, и 600 граммов 10% раствора. Какая масса будет? 600 плюс Х граммов. Да, Настя, это понятно, да? Но ничего хитрого нет. Вообще алгоритм очень простой и очень удобный. 600 плюс Х граммов. И это будет 3% раствор. Все. Вот мы с вами 3 стакана расставили. Указали массу и концентрацию вещества в каждом растворе. Теперь мы перемножаем массу на концентрацию, складываем и получаем вот такое вот нехитрое выражение. Итак, посмотрите еще раз внимательно, что я сделала. Я массу каждого раствора умножила на концентрацию вещества, растворенную в этом растворе. И сложила массу раствора в первом стакане с учетом концентрации плюс масса раствора второй стакан с учетом концентрации. И получила третий стакан. Настя, вы поняли, что я сделала? Да, я также решаю восьмую задачу по математике. Вы замечательные. Я думаю, что Ксюша уже, наверное, решила эту задачу. Наталья сейчас посмеивается. Решайте, решайте. У меня уже ответ есть. Да, Ксюша? Ну, я не то, что посмеиваюсь, но я решила. Ну и молодец. Не знаю, насколько правильно. У меня получилось 1400. 1400 граммов. Вы решили абсолютно правильно. Молодец. Я вам вывожу тогда на экран следующую задачу. Вот эту. А мы будем с Настей дорешивать нашу задачу. Итак, Настя, смотрите. Значит, теперь мы открываем скобки, приводим подобные слага и мы выражаем их. У меня будет х умножить на 0 – это 0. Понятно, да? Значит, 6000 слева, справа 1800 плюс 3х. Стало быть, 3х – это будет 4200, а х будет равен 1400. Вот и вся нехитрая задача. Вот и вся нехитрая задача. Ксюша, вы списали сложную задачу с экрана? Если вы ее списали, то мы пока ее решать не будем. Это просто я вам, чтобы не было скучно, дала. А я еще несколько вам заданий дам. Опять 26, 27, 28. Хорошо. Тогда я пока эту задачу убираю. Мы к ней вернемся обязательно в конце занятия. Она интересная. Это так называемая задача на атомистику. Все их очень боятся, они решаются очень просто. Вот вообще от слова совсем просто. Как раз по третьей волшебной формуле. Да, когда, помните, мы с вами писали количество вещества через число вагадра. Вот судя по тому, какие здесь огромные числа в этой задаче, нам потребуется число вагадра. Ну, к ней мы вернемся чуть попозже. Так, я у вас… Говорят, ее только два, а это все решает. Правильно. Третья задача – только два человека из ста решат правильно ЕГЭ. Настя, ну это просто… Настя, ну это просто… Нам сказали, даже не заморачивайтесь. Ненаученные люди. Нет, если вы испугаетесь… Мне тоже сказали, что даже не рыпаться. Сначала набирать больше баллов в первой части, а потом уже, если остается время, то только переходить к этим сложным задачам. Ну, девочки, мы сейчас говорим с вами про стратегию или про решение задач. Стратегия абсолютно разумная. То есть надо сначала максимально выбирать те баллы, которые вы точно можете набрать. Поэтому лучше побольше времени потратить на первую часть. Там сначала решить то, что решается, потом вернуться к тому, что не решили, еще раз попробовать, а уже потом браться за задание части второй. Я согласна, стратегия рабочая. Но просто абсолютно неоправданная боязнь этих задач на таймнистику. Если вы один раз поймете, как их решать, вы уже никогда не забудете, как их решать. Я научу вас это делать. Это совсем не хитрый манебр. Так, значит, сейчас я вам вывожу на экран. Мы берем опять 26, 27, 28. Сразу говорю, что это непростые варианты ЕГЭ. Они немножко как бы вот уже с изюминкой, чуть усложненные. Есть такие авторы. Ну, может быть, вы встречались на просторах интернета. Широкопояс. Вот их товарищи. Они составляют такие немножко чуть усложненные варианты ЕГЭ. Вот у них тренировочный вариант 22 года сейчас размещен тоже на открытых ресурсах. Поэтому я думаю, что мы можем воспользоваться и порешать. Итак, начнем с 26 задачи. Здесь пойдем задом наперед. Заодно с Настей закрепим метод трех стаканов. Итак, какую массу соли надо добавить к 150 граммов 14-процентного раствора нитрата бария для получения раствора с массовой долей растворенного вещества 15%. То есть опять, смотрите, мы берем два стакана и получаем после манипуляции третий стакан. Я снова их рисую. Первый, второй, третий. Здесь закавыков то, что у нас в первом стакане находится чистая соль. Да, чистая соль. То есть растворенное вещество. Будущее, да, растворенное вещество. Скажите мне, пожалуйста, если мы берем растворенное вещество без воды, то какая концентрация у нас будет вещества в этом как бы растворе, который на самом деле раствором не является. Помним, что массовая доля равна отношению массы растворенного вещества к массе раствора. У нас получается, что и сверху соль, и снизу, поскольку воды нет, тоже соль. Значит, сколько процентов у нас получается этот раствор? Скольки процентные, Настя? Раствор, в котором нет воды, в котором одна соль. Чему равна концентрация такого раствора без воды? Сообразите. Один. Ну, если в долях отъединиться, то один, а если в процентах, то сто процентов. Согласны? Да. То есть если у нас в растворе нет воды, то мы рассчитываем массовую долю. Каким образом? Массу растворенного вещества делим на массу раствора, а в растворе та же масса растворенного вещества. Если мы умножим на сто процентов, то это у нас будет стопроцентный раствор. Масса этого раствора нам неизвестна, поэтому мы опять пишем х граммов. Сейчас, секундочку, я тут. И раствор стопроцентный. Значит, вот что будет у меня в первом стакане. х умножить на сто процентов. Второй раствор сто пятьдесят граммов и концентрация известна четырнадцать процентов. Сто пятьдесят граммов и внизу четырнадцать процентов. Получаем мы раствор пятнадцати процентный. Ну и скажите мне, Насте, сколько будет, как мы выразим, массу этого раствора. Сто пятьдесят плюс х. Сто пятьдесят плюс х. Замечательно. Сто пятьдесят плюс х граммов. Все. Дальше составляем выражение. Х умножаем на сто. Плюс сто пятьдесят умножаем на четырнадцать. И это будет сто пятьдесят плюс х, умноженное на пятнадцать. Вот такое несложное выражение с одним неизвестным. С одним неизвестным. Приводим его к тому виду, чтобы посчитать, чему равен х. Ксюша, если вы посчитали, скажите мне ответ. В процессе еще считаем. Ну ладно. Спасибо. 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 С точностью до сотых. Надо рассчитать величину х. Это как раз масса соли, выраженная в граммах. Спасибо. 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 До какого числа надо округлять? До сотых. Округляем до сотых. Если вы все сделали правильно, у вас должно получиться 1,76 грамма. Так и вышло. Это золото. Золото, а не ученица. Прямо-таки вот. Ксюша, у вас тоже так и вышло? Да. Молодцы. 27-я задача. 27-я. Ну, это опять расчетная задача. Опять мы от граммов переходим к молям. Значит, настаиваю строго все расчеты в молях, чтобы никогда не ошибиться. Значит, поэтому 50 граммов фторида серы, Сфтор 6, мы переводим в моли. Итак, количество моль Сфтор 6 будет равно масса, деленная на молярную массу. 50 деленное серы, 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 Сфтор 32, атомный вес. И у фтора у нас 19 умножаем на 6. То есть вот считаем количество вещества фторида серы 6. То есть Сфтор 6. Сколько это будет? Если получается не целое число, девочки, то я вам в расчетах очень рекомендую укруглять все время с запасом. Ну, то есть до сотых или даже до тысячных. Сколько у вас получилось? 0,343. 0,343. Ксюша, у вас столько же? Да. 0,343 моль. Все, теперь мы можем писать уравнение, подчеркивать те вещества, которые мы возьмем в расчет, и... Так, фторид серы подчеркиваю. И вот тут образуется 1 моль. Сверху пишу 0,343 моль. И тепловой эффект 413 килоджолей. Вот так я оформила. Посмотрите, пожалуйста, на экран. То есть все, что дано, пишу сверху, над уравнением реакции. И вещество всегда в молях. В молях, молях и больше ни в чем. Нам нужно найти тепловой эффект реакции, вот это самое Ку. То есть считаем, что Ку – это и есть переменная. Составляем пропорцию. 0,343 тысячных единицы 413, деленное на Ку. Отсюда выражаем, чему равно Ку. Смотрите, я составила пропорцию. И из этой пропорции выражаю, чему равно Ку. 1,204. 1,204. Откругляем до целых, да? Да. Ну, в ответе 1,206. Проверьте еще раз расчет. Ну, все люди-люди, могли ошибиться и вы, и те, кто этот вариант ЕГЭ разрабатывал. Не, ну, если 413 делить на 0,343, то только 1,204 получается. Ну, вы вот когда 343 указывали, у вас там следующее, какая-то чиселка была, какое следующее? Может, вы там неправильно округлили до тысячных? Не могло быть 344, например, с округлением? Там было 0,342, потом 4,6, и получилось 343. Получается 344, что ли, получится? Нет, просто вот в ответе, который к этому варианту есть, там вот это число, 1206. Ну, в принципе, на фоне тысячи ошибиться в 2 единицы – это ерунда. Скорее всего, где-то что-то мы тут… Ну, если мы втроем считали, получили одно и то же число, стало быть, правы мы и пишем 1204. Ни о чем плохом не думаем. Да? А если там взять 0,344, то вообще 1,200 получается? Ага. Ну, не знаю. Скорее всего, значит, они накосячили. Человеческий фактор. Куда же деваться? Итак, 28-ое решает задание. Значит, будьте, пожалуйста, внимательны, девочки. Здесь у нас масса металла и масса фосфора дана в миллиграммах. В миллиграммах. А миллиграмм – это какая часть грамма? Тысячная. Тысячная, да. То есть, когда будем переводить в граммы, мы на три регистра сдвигаем запятую влево. То есть, 240 миллиграммов – это 0,24 грамма. Итак, масса магния у нас равна 240 миллиграммов или 0,24 грамма. То есть, самые обидные ошибки – это ошибки расчетные. Поэтому внимательно смотрим на единицы измерения. Мы же будем делить потом на малярную массу. А малярная масса – это граммы, деленные на моль. Поэтому нам нужно все в граммах. То же самое с фосфором. Фосфор тоже дан в миллиграммах. 217 миллиграммов – это будет 0,217 грамма. И находим количество вещества магния и количество вещества фосфора. Массу делим на малярную массу. У магния – это 24. То есть, получается 0,01 моль магния. У фосфора. Берем из таблицы Менделеева. Это 31 грамм на моль. Сколько это получается в молях? 217 делим на 31. Кто посчитал, девочки? 7. Ну, 7 не может быть. Мы 0,217 делим на 31. У нас будет 0. 0. 0.007, наверное, да? Да. 0.007 моль. То есть, вот так у нас должно получиться. Мы выразили количество вещества магния и количество вещества фосфора. Магния и фосфора. Дальше записываем уравнение реакции. Итак, магний плюс фосфор. Металл взаимодействует с неметаллом, проявляет свои высшие степени кисления. У магния плюс 2, у фосфора высшая какая? Плюс 5. У того и другого плюс в соединении быть не может, да? Значит, минус 3. Минус 3, да. Поэтому указываем магний 3, P2 и расставляем коэффициенты. Тут нам в расчет потребуются все вещества, поскольку эта задача получается на избыток недостаток. Сейчас объясню, почему. Поэтому я пишу количество вещества всех участников реакции. 3 моль магния, 2 моль фосфора и 1 моль фосфида магния. Почему эта задача на избыток недостатка? Как вообще узнать задачу вот такого плана? Узнается она очень легко. Это задача, когда нам известны массы, ну или моли, и того, и другого реагента. То есть нам известно и про первый реагент, сколько граммов или сколько моль мы посчитали, да? И про второй реагент, сколько граммов, сколько моль. То есть мы должны с вами убедиться, в нужном ли соотношении взяты наши реагенты. Ну, редко такое бывает, что прямо вот так повезло, что в нужном соотношении они взяты. Чаще всего какой-то недостатки, какой-то в избытке. Я сверху пишу над магнием 0,01 моль, над фосфором пишу 0,007 моль. И составляю пропорцию. То, что дано по условию задачи, и то, что по уравнению реакции. И вот эти вот две дроби, посмотрите, что я сделала. То есть я поставила над магнием и над фосфором те моли, которые посчитала. 1 сотая моль магния, 0,007 моль фосфора. И составила вот такие дроби. То, что дано, и то, что по уравнению реакции. Числитель и знаменатель. И теперь две эти дроби сравниваю. Какая из них больше? Вот какая из них больше, то вещество взято в избытке. Какая дробь будет больше? Ну, давайте поделим, посмотрим. Значит, у нас 0,01 делим на 3. Это будет 0,003,333 и там дальше 3. Если мы 0,07 делим на 2, это будет 0,003,5 и все, да? То есть у нас получается, что больше... Вот я поделила и сравнила эти числа. Что больше у нас та дробь, которую мы взяли, сопоставив количество вещества фосфора. Стало быть, фосфор у нас в избытке. Согласны? Да. Фосфор в избытке. По нему мы считать не можем. Почему? Потому что все, что в избытке, значит, будет реагировать не целиком, а останется какой-то непрореагировавший остаток. Не хватит просто магния на весь фосфор. Поэтому мы фосфор из расчета убираем. Прямо можно зачеркнуть вот так крест-накрест. И считать будем уже по магнию. Я пишу над уравнением реакции Х. Там, где у меня фосфид магния Х моль. И считаю по пропорции, сколько это будет. Кто-то что-то говорил, я не услышала. Девочки, что спрашиваются? Еще раз повторите, пожалуйста. Я не спрашивала. Я говорила, что если фосфор в избытке, то дальнейшие расчеты мы ведем по недостатку, то есть по магнию. Да. Вот видите, я даже вычеркнула. Жестоко, крестом вычеркнула из уравнения реакции. Провинился. Слишком много его тут. Нам столько не надо. Так, считаем, сколько это будет моль. То есть 0,01 делим на 3. Это будет Х, деленное на 1. Отсюда Х равен 0,00,33 и так далее. Это моли. А нам нужно вернуться к грамму. То есть мы умножаем на 30. А, нет, у нас там... Что считаем-то? А, фосфида магния мы считаем. Умножаем, стало быть, на малярную массу фосфида магния. То есть масса будет равна количеству моли на малярную массу. Вот внизу у меня доска. Сколько это будет в граммах? Округляем до сотых. Округляем до сотых. В ответе 0,45 грамма. 0,45. Ответ в этой задаче. Причем в граммах. Видите, тут написано в условии задачи. Считаем в граммах. Настя, Ксюша, получили ли? Да. Да. Столько? Вы молодцы. Так, ну что, в принципе... У меня будет вопрос по 27-й задаче. Пожалуйста. Мне кажется, мы там неправильно округлили, потому что там получается 342 и потом 46. То есть мы округляем в меньшую сторону. Получается 342, а мы делили 343. А ну, может быть, да. То есть, может быть, надо было запас взять еще не тысячные, а десятитысячные. Тогда вот получили 1206, как в ответе, да? Да. Слушай, видишь, то есть даже вроде и так с большим запасом округляли, и все равно этого запаса не хватило. Ну, я обычно своим детям говорю, что округляем до тысячных. Это вот самое малое. Во всех расчетах округляем до тысячных, а потом уже там смотрим, ориентируемся. Но в этой задаче, видно, до десятитысячных надо. Так, ну что, вернемся к задаче на атомистику. Показать вам ноу-хау, как это все решается. Ковыряй пальцем носу. Итак, девушки, атомистик – это вообще очень простые задачи, потому что все расчеты сводятся к тому, сколько моль атомов находится в веществе. Мы начнем с простых вещей. Вот сульфат железа 3. Феру 3, СО4 дважды, да? Просто пока берем это вещество и давайте рассуждать. И давайте рассуждать, сколько моль атомов, который входит в состав этой молекулы, у нас находится в этом веществе. То есть, если у нас этого вещества 1 моль, да? То есть, вот мы взяли 1 моль такого вещества, то чему будет равно количество моль атомов, например, железа? То есть, если всего у нас сульфата железа вот такой формулой, феррум 2… Господи, девчонки, я что-то написала, не делала, а вы меня не исправляете. Феррум 2, СО4 трижды, так ли? Чего молчить-то? Феррум 2, СО4 трижды, так получается? А у меня какая-то ерунда получилась. Вот, феррум 2, СО4 трижды, сульфат железа трехвалентного. Если мы берем 1 моль этого вещества, то сколько моль атомов железа будет в этом веществе? Уравнение у нас феррум 2, СО4 трижды. Стало быть, моль атомов железа будет в два раза больше, чем моль всего вещества. Так ли? То есть, железа будет 2 моль. Сколько будет моль атомов серы? Сколько будет моль? Три. Потому что, если мы откроем скобки, у нас будет феррум 2, С3, О12. Согласны? То есть, сера будет в три раза больше по молям, чем этой самой молекулы. Ну, давайте я вот рядом открою скобки. Феррум 2, С3, О12. Вот ведь. Стало быть, серы у нас будет три моль. Сколько будет кислорода? Моль атомов кислорода? 12. 12 моль. Согласна. Дальше нам дано, что у нас в растворе сульфата железа с известной массой находится вот столько атомов кислорода. Столько атомов кислорода. Мы вспоминаем третью волшебную формулу. Количество моль мы можем выражать как n, отнесенное к числу авогадра. То есть, количество частиц вещества, деленное на число авогадр. Согласны? Да. То есть, тогда мы 1,806 на 10 в 25 степени будем делить на 6,02 на 10 в 23 степени. И сколько получится у вас моль атомов кислорода? Ну, степени сокращаем. Это у нас будет 1,806 на 10 в квадрате. Это в числителе. Деленное на 6,02. И получается 30 моль. Да. Согласна. 30 моль. То есть, нам уже известно, сколько моль атомов кислорода содержится вот в этом растворе. То есть, мы записываем себе, количество моль атомов кислорода будет равно 30 моль. 30 моль. Теперь давайте соображать. У нас раствор из чего состоит? Из чего состоит раствор? Вот это вещество и вода. Он состоит из феррум-2-СО4 трижды. И состоит из воды. Мы не знаем, сколько моль сульфата железа в этом растворе и сколько моль воды. То есть, концентрация раствора нам неизвестна. Известна только общая масса. То есть, вот сульфат железа плюс вода – масса известна. Сколько того, сколько другого, мы не знаем. Когда мы что-то не знаем, мы обозначаем через х. Согласны? И у. То есть, пусть количество моль феррум-2-СО4 трижды будет равно х, а количество моль воды будет равно игроку. То есть, мы не знаем. Поэтому вводим переменные. Х одного, игрок другого. Стало быть, если мы будем считать, сколько у нас моль атомов кислорода находится в этом растворе, то мы должны учесть кислород, который есть в сульфате железа, и кислород, который есть в воде. То есть, считаем кислород по сульфату железа. Я вот сверху пишу – N1. Значит, у нас с вами в сульфате железа кислорода сколько? На 1 моль – 12 моль. Мы уже с вами сегодня записывали – 12 моль. А если у нас х моль сульфата, то сколько будет кислорода? Девчонки, еще раз возвращаемся к тому, с чего начали. Итак, феррум-2-СО4 трижды. Если мы берем 1 моль, то кислорода в нем, атомов кислорода будет 12 моль. Согласны? А если мы берем х моль, то кислорода будет 12 х моль. Согласны ли? То есть, сколько бы мы ни взяли сульфата, кислорода всегда будет 12 раз больше. Потому что на 1 моль сульфата приходится 12 моль атомов. В формуле у нас индекс 12. Стало быть, кислорода всегда будет 12 раз больше. Так, тогда сколько у нас кислорода будет в воде? Н2 кислорода. Чему будет равно? В одном моле воды 1 моль кислорода. Стало быть, в игрок моль воды будет игрок моль кислорода. Вы понимаете, о чем я? Частично. Что, непонятно, спрашиваете? И понимаем, не понимаем одновременно. Ну вот смотрите, мы с вами начинали с простого. Что мы взяли 1 моль вещества. Когда мы берем 1 моль воды, а формула воды H2O, получается, что у нас в одном моле воды будет 1 моль атомов кислорода. Потому что индекс при кислороде равен тоже единице. Так ли? То есть, сколько воды, столько кислорода. А вот если бы мы водород считали в воде, то у нас было бы 2 игрок. Согласны? Потому что в формуле воды H2O водорода 2 индекс, то есть в 2 раза больше, чем мы берем воды. Но нам нужен кислород. Поэтому мы выразили из сульфата кислород 12Х, из воды кислород игрок. И тогда мы знаем, что у нас количество моль кислорода вот в этом растворе. Тут написано прям черным по белому. Мы уже нашли сколько? 30 моль. Из чего складывается? 12Х плюс Y, и это равно 30. То есть, весь кислород, который есть в растворе, а мы нашли сколько это, мы выразили через Х и Y. 12Х плюс Y. Так, дальше давайте посчитаем массу раствора, то есть тоже посчитаем через Х и Y. Значит, если в растворе у нас растворенное вещество и вода, известно, сколько растворенного вещества – Х моль, известно, сколько воды – Y моль. Стало быть, мы можем найти массу феррум 2SO4 трижды. Первая волшебная формула – количество моль на малярную массу. То есть Х умножаем на сколько? Чему равна малярная масса феррум 2SO4 трижды? С водой проще, там малярная масса маленькая – 18, поэтому сразу могу найти 18 игрок. А вот сульфатом железа, пожалуйста, считайте, чему равна масса малярная сульфата железа. Железа – 56, сера – 32, кислород – 16. Ну, кто посчитал? Ну, кто посчитал? Девчонки, вы еще со мной? Считаем. 400. 400, верно. Стало быть, 400Х – это масса соли, 18Y – это масса воды. Стало быть, 400Х плюс 18Y – это и есть масса раствора. Да, потому что раствор состоит из соли и воды. И масса раствора нам известна 632. В результате мы получили очень несложную систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Такая система уравнений решается. Предлагаю решить методом подстановки. То есть мы можем выразить игрок через Х и потом подставить в первое выражение. То есть игрок будет равен 30 минус 12Х. И тогда у нас получается 400Х плюс 18. Получится 632. То есть вот такое нехитрое получается выражение, из которого мы можем посчитать, чему равен Х. А вот так. Чему равен х? Чему равен х? 0,5. Теперь выражаем игрок. Игрок – это 30 минус 12х, то есть 30 минус 6 – это будет 24. И в результате, о чудо, мы знаем, сколько моль сульфата железа было в растворе и сколько моль воды было в растворе. А нам это и надо было, чтобы написать следующие две реакции. Сульфид калия и карбонат калия. Там у нас дальше вступают во взаимодействие. То есть мы с вами уже знаем количество вещества сульфата железа, количество вещества воды, которые у нас будут участвовать в следующих реакциях. Вот атомистика на этом закончилась. Вот в этой задаче никакой атомистики больше нет. Вот вся атомистика нам была нужна в самом-самом начале, чтобы посчитать количество моль атомов кислорода. Потом тупо посчитать по формуле, сколько это будет, этих атомов кислорода. Если мы обозначим компоненты раствора х и у, и выразим тогда эти моль атомы через х и у, составим выражение и решим систему уравнений с двумя неизвестными. Два уравнения, два неизвестных решается легко. Посмотрите, пожалуйста, внимательно вот на этом этапе решения задачи. Есть вопросы? То есть атомистика на этом кончилась. Вот больше там ничего сложного нет. Девчонки, не бойтесь атомистики. Она очень простая. Она вся вытекает из формулы вещества. Вот вы смотрите на формулу и рассуждаете. У меня этого вещества один моль. Сколько моль такого атома у меня будет? Секово, пятого и десятого. Как узнать? Посмотреть на индекс в формуле. Все расчеты на уровне второго класса средней школы. Умножить на 2, умножить на 12, умножить на 3. Ну, это же вообще элементарно. То есть надо просто понимать, что вот из одного моля вещества мы можем выразить количество моль атомов, просто глядя на формулу этого вещества. Так, ну мы с вами дорешать, наверное, уже не успеем, с учетом того, что там у нас еще перемена предусмотрена. Давайте напишем уравнение реакции. То есть что будет протекать? Какие уравнения реакции мы должны написать? Итак, сульфат железа реагирует с сульфитом калия. Сульфат железа с сульфитом калия. Дописываем. Феррум-2-СО4 трижды плюс калий-2-СО3. Ну, нам в этой реакции, наверное, еще и вода потребуется. Я на всякий случай напишу, а потом мы подумаем, нужна нам она или нет. Ну, сначала мы подозреваем, что это могут быть реакции ионного обмена. Посмотрим, не выпадает ли осадок. Смотрим на железо. Сульфит железа. Сульфит. Не существует. Если не существует, стало быть, идет какая-то другая реакция. Сейчас мы подозреваем на окислительно-восстановительную. Почему мы подозреваем такую реакцию? Потому что железо степень окисления плюс 3 в сульфате. В сульфите калия у серы степень окисления плюс 4. То есть это степень окисления, которые характерны для железа и серы, но есть еще и другие. Какая еще степень окисления устойчивая есть у железа? Плюс 2. Плюс 2. То есть мы можем предположить, что железо плюс 3 присоединит электрон и превратится в железо плюс 2. То есть у нас пройдет процесс восстановления железа, поскольку и плюс 3, и плюс 2 – это устойчивая степень окисления для железа. Сера плюс 4. Логично, что перейдет в степень окисления плюс 6, при этом отдаст 2 электрона. Помните, да, что в любой окислительно-восстановительной реакции, если кто-то отдает электроны, то другой кто-то должен их принять. Не бывает окислителя без восстановителя. Это важно. Стало быть, что пишу в продуктах? Пишу сульфат железа, уже двухвалентного, да, смотрим по таблице растворимости, растворим ли он. Сульфат железа, феррум СО4, растворим, плюс калий-2 СО4, ну и, наверное, потребуется еще H2СО4, чтобы все это дело уравнять. Вот как выглядит уравнение реакции, посмотрите внимательно. Коэффициенты давайте расставим. Тут, наверное, только двойка перед сульфатом железа справа должна быть, и все уравняется. Сейчас я посчитаю. Всегда всего сложнее уравнивать кислород. Вот если вы посчитали, кислород у вас сошелся, вы кислительно-восстановительная реакция, скорее всего, вы не ошиблись. Считаю кислород. 12 плюс 3, 15, 16 слева. Справа 8, да 8, 16. Все, у меня сошлось. Так, теперь подчеркиваю те вещества, которые мне нужны для расчета. Значит, феррум-2СО4 трижды в реакцию вступает 1 моль. Мы принимали количество вещества за х, и х у нас 0,5 моль мы посчитали. Стало быть, про сульфат железа трехвалентного я все знаю. Вот. Добавили сульфид калия. Сульфид калия. Калий-2СО3. 1 моль. И считаю количество моль сульфида калия. Калий-2СО3. Это будет масса, деленная на малярную массу. 79 по условию задачи. Малярная масса сульфида калия 158. То есть получается 0,5 моль. 0,5 моль. О чудо! У нас с вами вещества взяты в нужной пропорции. То есть 1 к 1 по уравнению реакции. И мы получили 0,5 и 0,5. То есть вполне себе они. В нормальном соотношении взяты. Теперь давайте посмотрим, какой из продуктов этой реакции будет дальше взаимодействовать с карбонатом калия. С карбонатом калия после окончания вот этой первой реакции. По всей видимости, это будет серная кислота. Поскольку карбонаты, вы знаете, с кислотами взаимодействуют. При этом выделяется углекислый газ. То есть мы получим калий-2, СО4, СО2 и воду. Вот еще одну реакцию я написала. То есть нам нужно из первой реакции найти количество моль серной кислоты. Именно она дальше будет потом взаимодействовать. Значит, серной кислоты по уравнению реакции 1 моль с учетом реагентов 0,5 моль. То есть здесь расчеты дальше очень простые, элементарные. Все считаем в молях. Обратите внимание, девочки, несмотря на то, что образовалась серная кислота, нам пишут образованием кислых солей пренебрегаем. То есть все расчеты ведем дальше по сульфату калия. По сульфату калия. Ну и я вам ответ скажу, поскольку мы уже не успеваем дорешать. Попробуйте это сделать сами. Если вы все решите правильно, то калий-2, СО4 после всех реакций должны получить 12,57%. Вот внизу написала 12,57%. То есть дальше нужно просто внимательно посчитать аккуратно по уравнениям реакции. Что и в каком количестве образуется. Все считаем в молях. Если посчитаете в молях, то должны получить правильный ответ. Надеюсь, что сегодняшнее занятие было вам полезно. Да, спасибо. А можно вопрос? Пожалуйста. А как будет 3-контрольная работа на следующей неделе? У нас следующее занятие, да, будет уже подытоживающее. Я думаю, что мы его проведем, не заморачиваясь с тестами. Я буду проводить сама это занятие. Поэтому просто несколько заданий несложных из первой части выведу на экран. И вы мне в чате напишите результаты решения, ну или там ответы на эти задания. То есть напоминаю вам, что вы можете набрать 3 балла, максимально 3 балла, как дополнительные к баллам ЕГЭ по итогам университетского лицея. Если вы решали там первый, второй тест, у вас уже по одному баллу есть. То есть 1 плюс 1 уже 2 балла есть. Если вы не решали, то можете просто на следующем задании занятий сразу набрать 3 балла. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить ваш рейтинг при поступлении к нам в университет. То есть можно решить сразу 3 теста и 3 балла получить, которых не было до у нас. Ну да, да. То есть вы можете решить задание на следующем занятии. То есть это будет 5 несложных заданий из первой части ЕГЭ. И при условии, что вы все решите правильно, это будет 3 балла. Даже если вы тесты промежуточные не решали. А вы не решали промежуточные тесты? Я первый даже не знала, а второй я пришла, а ничего не было. Я ждала, ждала, не было. Там еще было, по-моему, воскресенье. Да, ну воскресенье-то могло быть, поскольку мы тут на все дни раскидывали. Там же и по математике тесты были, и по физике везде. Ничего страшного. То есть на следующие занятия выходите по расписанию, и вы все эти свои максимально 3 балла сможете набрать на последнем занятии. Хорошо, спасибо. До свидания. Всего доброго, девочки. Приятно было пообщаться. До свидания. Хорошего. Хороших выходных.